Много лет назад мой дед охотился на тех, кто одержим проклятием. Но одну тварь он так и не смог поймать. Самую грозную. Маккапичу. Это был страшный зверь, и мой дед не сумел его одолеть. И вот, годы спустя, на эту гору явились шахтеры. В шахте случился завал, проклятие вновь пробудилось. Десятки людей остались без еды, без света. И в этой тьме родился грудь. Люди отдались во власть чудовищного желания. А безумие убийцы. Каннибалы. Пожиратели человеческой плоти. Если убьешь это чудовище, освободишь дух. Он будет кружить над горой, как зловещий ветер в поисках новой жертвы. Не надо убивать их, я пробовал. Их можно только ловить. Дразнить огнем. И спустя столько лет, Спустя много лун и много охот, Мако Пичу по-прежнему бродил здесь. Он был неуловим, недосягаем. Но однажды ночью, год назад, Я все-таки поймал его на прицел. Но в лесу не были ни один. Пока я шел по следу Мако Пичу, Он преследовал кого-то другого. Мако Пичу сбросил ваши друзей с дороги. Я ничего не сделал. Я не сумел спасти его. Зато смог отомстить. Я высветил проклятого Виндига И предал его огнем. Мако Пичу издох.